Первая энциклопедия одной из европейских стран, изданной в 18 веке. Статья «Лошадь» состояла из единственного предложения. Что такое лошадь, знает каждый, и в пояснении это не нуждается. Из-за того, что верховые и гужевые в те времена были явлением обыденным, особого внимания им никто не уделял. И вот, три века спустя, ученые обнаруживают, что огромный пласт лошадиной культуры просто утерян. Новая лошадиная коллекция фонда сбруи и карет Сарско-сельского музея-заповедника «Подарок меценатов». Выкуплено в Париже у частного лица всего за полмиллиона рублей. При том, что вещи эти бесценны. Хотя бы потому, что на протяжении долгого времени никто не пытался их изучать. Больше ста предметов снабжены минимальным описанием. И вот эти вот штучки изготавливались во Франции, но специально для Южной Америки. Потому что, конечно, во Франции такое бы, наверное, казалось бы, излишне в 19 веке, а вот там пользовалось спросом. Эффектные латиноамериканские стремена представляют собой что-то вроде ботинка и предназначены для того, чтобы защищать ногу всадника в случае, если лошадь притерлась к скале. Женский вариант той же седельной принадлежности – ботиночек 34-го размера и только под левую ногу с расчетом на боковую посадку. Снова Латинская Америка из тремя, изготовленное из чистейшего серебра для какой-то знойной красавицы. Шпора с такой вот окантовкой. Это было специально, видимо, сделано для того, чтобы во время танцев не рвать дамам юбки. Обыденные, в общем-то, вещи выглядят как предмет искусства, но некоторые больше похожи на оружие. Арабские шпоры при желании можно использовать вместо ножа. Мексиканские и вовсе напоминают орудия пыток. Сложно представить, что чувствует лошадь при таком соприкосновении. Длина шпоры зависит от высоты, от роста всадника, от того, насколько длинная у него нога и от того, какая лошадь подняет. И не обязательно длинная шпора, это очень страшно. Возможно, всаднику короткой шпоры просто было бы не достать до лошади, тогда ее смысл декоративный. Конный комплекс – не просто аттракцион для туристов. Здесь возрождают традиции, связанные с лошадьми. Этот вопрос в музее-заповеднике считают особым. Еще при императоре Николае I в царском селе появилась так называемая пенсионерная конюшня для отслуживших лошадей. И единственное в Европе лошадиное кладбище. Вполне логично, что новую коллекцию разместят и будут изучать именно здесь. Могу сказать, что эта тема вообще не изучена. Я думаю, что вот именно приобретение этой коллекции даст толчок для дальнейшего изучения и может быть привязки конкретно к нашей русской почве. А посетителям коллекцию пока не покажут. Часть предметов предполагается выставить на музейной ферме, реставрация которой начнется лишь через несколько лет. Впрочем, по ощущениям, хранители с огромным трудом сдерживают желание удивить публику уникальными экспонатами. Так что первая выставка, скорее всего, состоится совсем скоро. Юлия Васильева, Георгий Фоменко и Ольга Потапенко. Вести Петербург.